Пятый класс, двенадцатая серия. Чётность. Чётные числа делятся на 2. Это формула чётного числа. 2 умножить на n. n натуральная. Мы рассматриваем чётность на множестве натуральных чисел. Нечётное число при делении на 2 даёт остаток 1. Это формула нечётного числа. Давайте рассмотрим свойства чётности суммы. Первое свойство. Сумма любого числа чётных слагаемых чётна. Все слагаемые числа чётные. 2 как общий множитель можно вынести за скобки. И получается формула чётного числа. Значение суммы чётно. Второе свойство. Если число нечётных слагаемых чётно. То есть нечётных слагаемых 2, 4, 6, 8, 10 и так далее. Сумма будет чётна. Допустим, два нечётных числа. Раскрываем скобки. 1 плюс 1 это 2. Все слагаемые числа чётные. Значит, сумма чётна. И третье свойство. Если число нечётных слагаемых нечётно, то есть одно слагаемое, там, 3, 5, 7, 9, то сумма нечётна. Допустим, первое слагаемое число чётное, а второе нечётное. Сумма будет нечётно. Чётность произведения. Первое свойство. Если хотя бы один из множителей – чётное число, произведение чётное. Допустим, первый множитель – число чётное. Его можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 2. Давайте запишем вот таким образом. Мы сгруппируем все множители в скобках, а 2 – это как первый множитель. И получается формула чётного числа. Итак, если хотя бы один из множителей – чётное число, произведение чётное. И второе свойство. Если все множители нечётны, то произведение нечётно. В разложении на простые множители двойки не будет. Ни в первом, ни во втором, ни в третьем. Значит, и в значении произведения двойки тоже не будет. То есть мы не сможем представить в виде произведения, где один из множителей равен 2. Так. Первая задача. Чётно или нечётно значение произведения натуральных чисел от 1 до 11 включительно. По первому свойству чётности произведения, если есть хотя бы один чётный множитель, произведение будет чётно. Ответ в этой задаче – значение произведения чётно. Вторая задача. Если бы ученик купил 10 тетрадей, то у него осталось бы 4 рубля. А на 12 тетрадей не хватает 6 рублей. Сколько же было денег? Давайте решим задачи, составив уравнение. За х обозначим стоимость одной тетради. Значит, 10 тетрадей – это 10 умножить на х. Если ученик купит 10 тетрадей, у него ещё останется 4 рубля. А если он купит 12, то не хватает. На 12 не хватает 6. Значит, 12х – 6. При каком значении х равенство будет верно? Осталось решить это уравнение и назвать значение х. Можно решать перебором, начиная с наименьшего натурального числа. То есть 1, 2 и так далее. Можно слева и справа от знака равенства отнять 10х. Тогда равенство принимает вот такой вид. И теперь осталось найти 2х. 2х равняется 10, значит, х равен 5. Х – это стоимость одной тетради, значит, денег было 50 плюс 4 – 54 рубля. Следующая задача. Если в трёхзначном числе, оканчивающемся нулём, отбросить 0, то число уменьшится на 648. Найдите это трёхзначное число. Так, допустим, было трёхзначное число АВ0. Отбросили 0, получилось двузначное число АВ. И разность между этими числами – 648. Число стало меньше на 648. Так, записав таким образом, мы легко можем определить значения А и В. Давайте начнём с последней цифры. В принимает значение 2. Так, давайте сразу. Вот мы В уже определили по последней цифре второго числа АВ. Значит, если В принимает значение 2, мы уже нашли, так, то теперь мы можем найти значение А. Из двух нужно вычесть А, причём А принимает значение от 6 и больше. 6 не подходит, следующее значение 7, А равно 7. Значит, то число, которое было сначала трёхзначное, это число 720. Вот трёхзначное число, которое оканчивалось нулём. Следующая задача. Докажите, что в равенстве допущена ошибка. Решая эту задачу, мы вспомним свойства чётности. Чётность суммы и чётность произведения. Может ли значение суммы быть числом нечётным? Каждое слагаемое число чётное, потому что каждое слагаемое представимо в виде произведения, где один из множителей чётное число. Значит, все слагаемые числа чётные, а если все слагаемые числа чётные, значит, значение суммы должно быть числом чётным. Значит, ошибка допущена. И ошибка в том, что нечётного числа получиться не может. И пятая задача. Можно ли квадрат со стороной 125 см разрезать на прямоугольники? Ширина 1 и длина 2 см. Площадь такого прямоугольника равна 2 см2. А площадь квадрата 125 умножить на 125. Значение этого произведения мы не будем находить. Но мы можем сказать, что значение этого произведения будет число нечётное. Потому что нечётный множитель и нечётный. Нечётное число на 2 не делится. Значит, ответ. Нельзя разрезать квадрат на прямоугольнике вот такого размера. Ответ. Нельзя. Продолжение следует...